Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Захотелось мне лазаньи. Какой классный, с баланьезом, с бешамелем. Но классическая лазанья с соусом баланьез готовится долго. В первую очередь потому, что сам баланьез готовится долго. Поэтому я решил приготовить куриную лазанью. Она будет готова минимум в два раза быстрее. Да и курятин в наших краях раза в 3, а то и в 4 дешевле говядины. Набор овощей к такой лазаньи может быть какой угодно. Я взял сладкие перцы, морковь, лук-порей, репчатый лук, естественно курятину. Это у меня бедра без шкур и без костей уже. Протертые томаты, сыр моцарелла рассольная. На самом деле сыр по своему вкусу выбираете. Главное, чтобы вам по вкусу нравился. А для соуса бешамель я взял молоко, муку, сливочное масло. А для ароматизации, естественно, зеленую часть лука-порея, половинку и репчатого лука, ну и там мускатный орех, черный перец. Ну и листы лазаньи тоже, конечно, понадобятся, я их забыл на стол выставить. А ночное, естественно, с ароматизации молока. Сюда же пойдет лук-порей, относительно зеленая часть, и репчатый. Надо довести до кипения, затем проварить без кипения минут 15-20. И пока этот процесс идет, разберусь с овощами и курятиной. Надо нарезать мелкими кусочками. Через мясорубку не хочу пропускать. Может было бы взять грудку, но красное мясо мне нравится больше. Можно начинать обжаривать. Лук нарежу кубиками помельче, а сладкий перец покрупнее. Что там с мясом, кстати? Прекрасно все. Можно уже лук добавить. Сначала пусть потомится немного, а вот перец буду в самую последнюю очередь добавлять. Пока с морковью разберусь. Ее тоже резать кубиком. И вот ее-то порежу как можно мельче. К мясу и луку ее. Сто раз говорил, еще раз повторюсь. Очень важно, чтобы сладкие овощи при нагреве хорошенько прогрелись, чтобы сахара моркови и лука карамелизовались. Это даст очень классный вкус всему соусу. Отлично. Все, можно заниматься бешамелем. Сначала на сухую муку слегка поджарить, так вот до легкого кремового оттенка. Как только ореховый аромат пошел, можно добавлять сливочное масло. И через минуту после уже можно вмешивать молоко. Только здесь нужно удалить из него весь лук. Он уже свое дело сделал. Масло масляное получилось. Дело сделал. Молоко вмешиваю по частям. Только не торопитесь и не плюхайте сразу все молоко. Комочки в соусе получатся. А теперь доведение до вкуса. Соль, перец, мускатный орех. И перемешиваю. Бешамель готов. Осталось разобраться с первым соусом. Сельдерей помельче нарезаю. И в посудину курятине. И мешать. И протерти томат сюда же. Дожидаюсь закипания. Остается выправить на вкус соль, перец. И, я думаю, обязательно сахар. Скорее всего, мои овощи недостаточно сладкие. Да и ваши тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сладости недостаточно. Не пожалейте соли и сахара самое главное. Сделайте такой соус, чтобы с трудом удерживаться. Для того, чтобы не выклебать его прямо сейчас, не дожидаясь никакой лазани. И вы узнаете, что такое настоящая пердуха. Чайную ложку сахара сюда смело. У меня коричневый просто потому, что белого нет. И так можно любой класть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Отдавайте себе лазанью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вниз бешамель, затем листы теста, затем соус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сырика кусками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тестом закрыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять соус, опять листы теста. И опять бешамель сверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в разогретую духовку минут на 25-30. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В верхней и нижней жар никакой конвекции. Средняя полка с 90-200 градусов. Ждем изо всех сил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то, долгожданный момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот и прекрасно я в принципе обожаю лазанью а лазанья с курицей чтобы расцветить потому что курятина на мой взгляд все-таки менее яркое мясо с этим большим количеством сладкого перца с другими овощами это класс но и обязательно конечно вот эта ароматизация молока без нее бешамель не бешамель так что короче это надо готовить опять же скажу не заморачивайтесь извините не заморачивайтесь вы именно моцареллой любой другой плавящийся сыр который вам нравится по вкусу будет здесь также хорошим будет просто все классно так что короче смело готовьте и наслаждайтесь тем более это достаточно быстро получается вот и на мой взгляд совсем недорого так что готовьте приятного аппетита огромное спасибо за компанию не забудьте поставьте лайк если вам понравилось если понравилось естественно дизлайк и там комментов не кучу навалите что-то готовишься к ерунду всем пока